Ничего себе кровать! Супер кинг сайз! И опять огромная территория, кухня совмещенная. Привет, друзья! Сегодня снова мы с вами посмотрим одну новостройку. Сегодня я вам покажу еще одну очень красивую квартиру. Просто, ну вы знаете, на мой взгляд, опять шикарную. Да еще, если учесть там цену, то эта квартира выше всяких похвал. Я хочу вам сегодня рассказать и показать вот этот дом. Возможно, кто-то даже вспомнит. Я показывала вам его в одном из своих видео, как он жутко строился. Вот как раз вот с этой вот стороны я тут шла, гуляла. Это набережная Шанклин, второй ярус от моря. И вот мы с вами обсуждали, как здесь странно это все строится. Кирпича вообще в полкирпича, без фундамента. Я шла и удивлялась, показывая вам этот дом. И вот не прошло, наверное, и полгода. Хотя, вот вы знаете, я хотела вам найти это видео. Я, к сожалению, не смогла найти. Не помню, когда это было. То ли зимой, то ли в прошлом году. Если кто-то помнит, пожалуйста, напишите внизу. С удовольствием хотели бы все посмотреть, как это выглядело в самом-самом начале строительства. И вот так вот смотрится этот дом со стороны набережной. По мне, так, в общем-то, довольно-таки неплохо. И никогда не могу не подумать, что он сделан, знаете, при помощи трех фанер и деревяшек. Просто поразительно, друзья. Ну вот, видите, тут очень быстро идут все работы. Уже его обсаживают кустарником. Уже здесь облагораживают всю территорию вокруг. И сейчас мы с вами будем смотреть именно вот эту квартиру. Вот я стою и показываю вам ее. Это самая центральная часть, которая полностью выходит на набережную. Фасадная часть этого дома. Вот все вот это внизу пространство. Огромные двери, огромные окна. И наверху квартира двухуровневая. На самом верху, вот там вот, где мы видим два таких островерхих, как бы домика, да, это уже пентхаус. Это еще одна квартира над той. А вот которую мы сейчас посмотрим, она именно выходит вся вот сюда. С этой квартирой там много-много чего интересного связано. Во-первых, это пока единственная квартира, которая в этом доме уже достроена полностью. Во-вторых, эта квартира самая огромная во всем доме. И самая дорогая. Квартира с тремя спальнями. Вот опять я ее показываю вам отсюда. И вы видите, что вот эти вот объявления здесь, for sale, for sale, для продажи. И также sold, вы видите, уже проданные квартиры. Как мне объяснил риэлтор, что ровно половина квартир уже в этом доме продана. Ну и как обычно, вы знаете, что, конечно же, первым делом покупают квартиры самое лучшее. А вот то, что осталось уже сейчас, несмотря на то, что дом еще, посмотрите, совершенно недостроен. И вот квартиры, тем не менее, уже раскупили. Раскупили, как горячие пирожки. Наверное, это связано с тем, что у людей там на материке есть деньги. Также с тем связано, что дают здесь ипотеку под очень низкие проценты. Ну и потом, конечно же, шикарное расположение на самом-самом берегу пролива Ла-Манш. И вообще то, что здесь на острове Уайт строится очень мало домов. В основном все старый жилищный фонд. И поэтому люди, у которых есть деньги, конечно же, хотят жить в новом, современном жилье. Но я не буду больше вас, друзья, утомлять своим долгим предисловием. Давайте мы посмотрим квартиру. И дальше я вам поясню и расскажу то, что хотела пояснить. Начало нашего осмотра это холл на первом этаже. Вот как раз внутри вот эти все двери и окна огромные, которые смотрят на набережную. Сегодня у нас день опять открытых дверей. И поэтому я смогла попасть и показать вам эту квартиру. Конечно же, риэлтор мне здесь все объясняет и показывает. Нам пришлось снять все и ходить здесь, снять обувь и ходить здесь босиком. Потому что эта квартира уже куплена. И вот эта квартира самая дорогая и самая огромная во всем этом доме. Вот из холла я показала вам маленький гостевой туалет. И дальше огромная спальня. Двухспальная. Это даже не двухспальная кровать. А это кровать супер кинг сайз. Называется самая большая, которая только возможна. Здесь, посмотрите, до самого пола окна. И даже, наверное, можно выйти туда на патио в будущем. Сейчас пока там не до строй. Я хочу также обратить ваше внимание на весь вот этот дизайн. Наверное, интересно все-таки, как сейчас по-современному оформляются квартиры. Я вот с удовольствием, например, сама кое-что для себя здесь нахожу. Может быть, что-то перенять. Ну и потом вообще это интересно. Стиль здесь такой. Арт, декор. Посмотрите, вот эти вот все металлические украшения на стенах тоже очень модно сейчас. Здесь, может быть, опять моя камера немного искажает. Но это все серый, светло-серый цвет. Немного перемежающийся с таким бронзовым, латунным и золотым цветом. Вот кровать вы видели тоже в серебряном таком бархатном исполнении. Очень интересно. Ну, здесь, конечно, нам смотреть нечего пока. Вид не очень. Обратите внимание, вот такой столик, трессинг тейбл так называемый. Здесь уже немного, по мне, так не совпадение. Бархатный стул, который темно-синий. Тоже говорят, сейчас это допускается. Дальше вот еще одно кресло, не похожее ни на какие другие. И внизу на полу, обратите внимание, серый постелен ковролин. Мне еще очень понравились, конечно, прикроватные такие маленькие столики. Обратите внимание, как они красиво тоже смотрятся. Из этой спальни у нас family bathroom называется. Семейная ванная комната, в которой, вы видите, душа нет. Нет, только два крана, вода горячая, холодная, полотенцесушитель, небольшой умывальник и туалет. Все это всегда сейчас совмещенное. Отдельных туалетов я практически не видела ни в старых, ни в новых домах. Но если только вот гостевой какой-то туалет, это бывает при входе, бывает тоже. Идем дальше. Вот это вот огромная дверь, которая меня поразила. Двухстворчатая, обратите внимание. Я спросила, что там, я подумала, это выход в гараж. Но нет, это вот такая вот маленькая, хотя не маленькая, а довольно-таки большая, utility. И вот здесь все эти коммуникации, подводка воды, электричество, газ. И опять стоит огромный котел. Хотя бойлер у них в другом месте расположен. Здесь газовое отопление проведено везде. Квартира двухуровневая. Вот сейчас слева мы прошли, лестница наверх. И мы попадаем в огромную жилую территорию. Здесь эта территория 7 на 7 метров, почти 50 квадратных метров. Представляете, насколько огромная эта квартира. Ну и здесь мы можем видеть опять островок на кухне. Мы видим обеденный стол. Да, также вся встроенная техника кухонная здесь. Вот опять же хочу обратить ваше внимание на интересный дизайн. Может быть, кому-то тоже что-то здесь приглянется. Вот такие вот круглые полочки сейчас декоративные. Здесь очень модные. Темно-темно серый цвет кухонной мебели. Здесь уже выход на соседний отель, который я вам позже покажу. Здесь вот эта вот территория открытая, sitting, как сказать, ну для отдыха. Sitting room, да, по-английски называется. Всевозможные столики. Здесь я открыла посмотреть, что здесь. Вот как раз бойлер расположен здесь, встроен в кухонную мебель. Ну и, конечно же, там холодильник, морозильная камера и полностью плита духовая. И обычная газовая плита. И вот эти вот двери все выходят туда, на патио. Каждая дверь открывается. Огромные четыре двери. Посмотрите, два столика каких красивых. Со стеклянным верхом металлических здесь. Идем мы дальше. Вот, поднимаемся наверх. Видите, что здесь тоже ковролин постелен, который очень любят стелить англичане. Самый легкий, самый удачный вариант. И обратите внимание, что на стенах везде вот этот металлический арт-декор. Арт-металик. Здесь даже и такие маленькие зеркальца. Вот, справа и слева у нас еще две спальни. Давайте посмотрим. Странно для меня, обратите внимание, какая-то тут перегородка. И туда вдаль это выход в душевую. Вот, и справа, и слева здесь совершенно одинаково. Выглядят эти спальни. Ну вот, давайте посмотрим сначала одну. Столик вы видите слева. Дрессинг тейбл опять. Огромное окно. Раздвижная дверь на балкон. На балкон мы выйдем с вами еще. Смотрите, как это странно. Видите, вот там сзади просто эта стенка почему-то отделяет не совсем до конца. Ну, в общем, дизайн для меня довольно интересный. При том, что эта стенка очень толстая. Давайте сейчас мы выйдем на балкон и посмотрим здесь этот грандиозный вид. Показываю вам, пока нам открывают дверь, вот этот вот интересный такой дрессинг тейбл. И зеркало из квадратиков состоящее. Видите, маленький пуфик розовенький. Мы раздвигаем эту тяжелую дверь и выходим на огромный балкон. Этот балкон для двух спален. Одна и вторая спальня обе выходят на этот грандиозный балкон. Посмотрите, какой здесь вид. Шикарнейший, конечно. Но я вам написала, но может быть кто-то просто слушает и не увидел, сколько стоит эта квартира. Она стоит 1 миллион долларов или 750 тысяч фунтов. Ну, или 76 миллионов рублей. Так вот, по-моему, на сегодня по этому курсу. Обратите внимание. Конечно же, у кого есть деньги, почему бы не купить вот такую красоту? Здесь любоваться этим грандиозным видом на пролив Ла-Манш, на Калвердаун, по-моему, никогда не надоест. Но вы знаете, друзья, что вот у риэлтора совсем другое впечатление. Она говорит, что очень дорого платить 750 тысяч фунтов, в то время как вторая квартира, которая находится над этой пентхаус, так называемый, на самой крыше. Вот те два домика островерхих я вам показывала снаружи. Так вот, та квартира стоит 600 тысяч фунтов. Ровно на 150 тысяч дешевле. И вот Кристина, риэлтор, считает, что переплачивать 150 тысяч она бы не стала. Так, ну давайте мы смотреть здесь. Это я вас привела в шауэр-рум. Это душевая здесь комната. Справа и слева совершенно одинаковые. Две душевых и две спальни. На стенах это панели под мрамор сделанные. И здесь дальше вот такой вот встроенный шкаф зеркальный огромный. Тоже справа и слева можно, конечно же, использовать как огромное зеркало. Потому что вы видели, какой обзор по всему коридору идешь и любуешься на себя. Ну вот, давайте все-таки я пройду туда, в другое крыло по коридорчику. И покажу вам вторую спальню. Здесь практически, видите, все здесь то же самое, только немного другая мебель. Вот эти спальни две. Для меня они как гостевые, например. Хотя именно из этих спален огромный этот балкон и выход на него. Ну и мы спустились опять вниз. Я могу единственное, что добавить, что эта квартира также лисхолд. То есть длительная аренда на 990 лет. Стоимость содержания в год 1 тысяча фунтов. Территория вокруг, конечно же, будет выглядеть намного лучше. Все это облагородится. Но никаких садиков у этих апартаментов нет. Здесь есть только сзади, там за домом, место парковочное, которое входит в стоимость жилья. Ну вы знаете что? Я хотела показать вам, конечно же, еще и двухспальневую квартиру. Квартиру с двумя спальнями. Мне согласилась ее показать Кристина, риэлтор. Мы с ней пошли туда, очень долго карабкались, забирались. Но оказалось, что там, конечно же, ничего еще не понять. Потому что все находится в стадии еще только лишь постройки. Давайте все-таки посмотрим. То, что сможем понять. Вот это кухня, совмещенная с обеденной зоной. Вот здесь вот будет зона кухни с окном небольшим. А вот здесь, с выходом туда на патио, будет зона обеденная. И дальше мы спускаемся вниз и внизу. Как ни странно и очень непривычно, но внизу две спальни находятся. Не вверху, как обычно, а вот здесь вот расположение этой двухуровневой квартиры. Что две вот этих спальни находятся внизу. Вот эти спальни, посмотрите, как они будут выглядеть. Ну, тоже выход на патио есть у них. Но уже они маленькие, на мой взгляд. И вот это вот выход в общий коридор. И выход на улицу. Вот я еще раз показываю, куда смотрят окна. Это второй этаж кухня и первый этаж спальни с выходом на патио. Эта квартира с двумя спальнями стоит 400 тысяч фунтов. И это очень дорого даже для Англии. В 400 тысяч фунтов можно купить очень хороший отдельно стоящий дом, который будет принадлежать только вам. А это же, как я сказала, дом в лисхолде. То есть в длительной аренде. Но, тем не менее, дом еще не достроен. В доме всего 14 квартир. И уже 8 квартир продано. 750 тысяч, 600 тысяч фунтов и 400 и 450 тысяч фунтов. Вот такие цены. 8 квартир продали. Осталось 6 квартир. Не самых хороших расположения у них. Уже все смотрят окна во двор. Но я думаю, что и эти квартиры также продадутся. Вот так, друзья. Сегодня мы с вами погуляли и посмотрели. Вот этот дом, который построился буквально на наших глазах. Ну и последнее. Пожалуй, самая интересная вишенка на торте, как говорится. Которую я вам обещала рассказать в конце. Так вот, когда мы разговорились с этой Кристиной, с риэлтором. И она, конечно же, спросила, откуда я родом. Слыша мой английский. Я сказала, что я русская. О, я подумала, что вы немка, сказала она. А если вы русская, то вы знаете, что я вам скажу? Что вот эту квартиру за 750 тысяч как раз купил молодой русский, который живет в Лондоне. Вот так, друзья. Что еще тут можно сказать или добавить? Квартира дорогущая. Англичане все считают, что зачем переплачивать за такую огромную квартиру, когда можно купить на 150 тысяч дешевле. Ну и видите, я как в воду смотрела, когда сказала, что если есть деньги, почему бы себя любимого и не порадовать? А у кого еще здесь в Англии есть деньги такие огромные? Конечно же, у тех русских, которые сюда приезжают. Как хотите, относитесь к этой ситуации. Но она меня очень порадовала. И, возможно, вы знаете, даже, может быть, в очередной из моих прогулок, я могу увидеть даже этих русских, которые здесь поселились. Кто его знает, как говорится? Вот такая сегодня у меня для вас прогулка. Я надеюсь, что вам понравилось такое путешествие и обзор квартир, существующих здесь у нас на острове. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Удачи! Пока-пока!